Жители одного из Челнинских домов вышли из дома на улицу. Говорят, нет больше сил находиться в здании. Стены несколько лет пожирают грибок. Управляющие компании парируют. Сами виноваты. Нечего было ставить пластиковые окна и утепленные двери. Магазины, которые не платят общие эксплуатационные расходы, показания счетчиков, что снимаются без участия старшего по дому, и вода в подвале. Проблем, которые заставили выйти на улицу, людей немало. Но главное – плесень в квартирах. Она цветет пышным цветом уже много лет. Так вот пользуемся, чтобы можно было сесть покушать. А на самом деле вот так все. И это постоянно чернеет то и дело. Моешь, вытираешь. От этой напасти не спасают никакие средства, говорят жильцы. Вот этой плесенью у нас дышат дети. В управляющей компании уверены – виноваты сами люди. Они установили пластиковые окна и двери с утеплителем. Из-за них нарушился воздухообмен в квартирах. Рекомендуют проветривать помещение каждый час. Акцент делают на то, что у нас стоят окна и двери. Но буквально мы окна недавно поменяли. Раньше она, эта же плесень была, и свистели у нас окна также. Но у жильцов иные версии появления плесени. Они уверены – при ремонте крыши были повреждены вентиляционные каналы. Управляющие компании считают – все было сделано по правилам. А вот другую версию жильцов о слишком тонких стенах подтверждают. Дом старый и толщина бетонных стен едва достигает 60 сантиметров. Наши дома требуют дополнительного утепления. Потому что еще есть такая причина. Каждая железобетонная конструкция при замерзании и оттаивании цикличности покрывается микротрещинами. По подсчетам на капитальное утепление дома требуется как минимум 10 миллионов рублей. Таких денег нет. Единственное, что смогут сделать – это отремонтировать швы между панелями. Обещали приступить к работам в ближайшее время.